МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любите ходить в лес, подниматься на высокие горы, штурмовать броды и густые заросли? Значит, и в таинственные древние подземелья вам спуститься будет интересно. Сегодня расскажем о самых удивительных пещерах и гротах в Краснодарском крае. Их у нас и видимо-невидимо. Все в топ не поместится, так что вашему вниманию относительно доступны достопримечательности, до которых сможет добраться турист-любитель. Пещеры высокогорье оставим профессионалам. Все готовы? Включаем фонари и спускаемся в пещерную тьму. Пещеры озера Круглова, Лобинский район. И начинаем с места, больше известного не пещерами, а великолепным чистейшим водоемом. Круглое озеро расположено недалеко от села Горного. Большинство жителей Лобинского и окрестных районов приезжают сюда искупаться, половить рыбу и раков. А еще здесь можно поймать дозу экстрима в перемешку с восхищением. Неподалеку от водной глади множество пещер. Глубокие, таинственные, труднодоступные. И это самое знаменитое в народе пыльное. После короткого узкого коридора открывается первый зал, а слева яма глубиной в несколько метров. Так что будьте осторожны. Если рухнули, подняться самостоятельно, без веревок точно не получится. Но не будем о грустном. Расскажем лучше, что пещера эта сквозная. Если пройти через узкий проем, несколько небольших залов, а затем проползти по пыльным низким коридорам, то можно выбраться на свет с другой стороны. Чистыми вы точно не останетесь. Но это никак не помешает исследовать другие пещеры этой местности. Здесь есть и достаточно просторные, по ним постоянно течет ручей. Некоторые исследователи считают, что все местные пещеры связаны с Круглым озером. И эта вода как раз из него. Пещера с подводным озером в станице Баракаевской, Мостовский район. Следующая уникальная пещера с подводным озером расположена в окрестностях станицы Баракаевской, Мостовского района. Вход в нее узкий и очень грязный. Посетителям придется протискиваться между камней. Но это того стоит. Внутри небольшой зал, практически полностью под водой. Чистейший, бирюзового цвета. Даже грязные дождевые потоки попадают сюда уже прозрачными, отфильтрованными слоями грунта. Причем капает с потолка постоянно ощущение, что находишься в душе. Есть здесь сталактиты и, соответственно, сталагмиты. Вот только большинство из них туристы обломали на сувениры. А ведь эти минеральные наросты образуются миллионами лет. Эта небольшая пещера находится близко от дороги, так что любопытных посетителей здесь всегда много. В том числе родителей с маленькими детьми. Пещера не опасна, но осторожность, конечно, никогда не повредит. Следующая в топе чуть менее известная, но не менее живописная пещера. Местные прозвали ее пещерой с круглыми камнями или просто круглые камни. Здесь повсюду те самые валуны идеальной сферической формы, говорят, внутри иногда находят отпечатки древних моллюсков, аммонитов. Они населяли эти места, когда здесь еще был океан, Тетис, миллионы лет назад. Поиски аммонитов лучше оставить ученым. А круглыми камнями просто любоваться, как еще одним чудом природы. Ну посмотрите, какие они необычные. Сама пещера длинная, по ней можно идти десятки метров. Причем высота потолков непостоянна. Высоченные залы сменяются низкими лазами. А под ногами течет небольшой ручей. Ну, небольшой он в сухую погоду, а во время затяжных ливней вся эта пещера может оказаться под водой. Даже самые мелкие горные реки непредсказуемы и достаточно опасны. Пещера Зубащенко. Мостовский район. Неподалеку от круглых камней расположена еще одна, более знаменитая пещера. Названа в честь первооткрывателя. Доцент Воронежского пединститута Михаил Зубащенко изучил ее во второй половине 20 века. Сама пещера начинается с огромных залов высотой 10-15 метров. Но ее главная особенность не в размерах, а в местных обитателях. Летучих мышах. Научное название этого вида обыкновенный длиннокрыл. Мышек здесь десятки, а может и сотни, хотя скорее тысячи. Но эти летающие красавцы все равно редкие создания. Внесены в Красные книги Кубани и всей России. Ученые постоянно обращаются к туристам с просьбой не беспокоить летучих мышей, близко к ним не подходить и не пугать громкими криками. От этого зависит жизнь всего вида. Мимо колонии мышат лучше всего тихонько пройти и выбраться на свет с другой стороны пещеры Зубащенко. Она сквозная. Протяженность около 250 метров. Вернуться обратно в цивилизацию можно по лесной тропе. Она хорошо заметна, так что не заблудитесь. Губский навес и вновь Мостовский район. Перемещаемся в окрестности станицы Баракаевской. В шести километрах от нее на берегу реки Губс есть множество углублений в скале. Это место открыл профессор Аутлев из Майкопа. В 1971 году прошлого века он обнаружил здесь череп неандертальца и сделал вывод. В этих гротах и пещерах жили древние люди. Было это 50-70 тысяч лет назад. В наше время на склонах почти каждый год работают археологи из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы. Бывают и туристы. В этих пещерах современный человек может переночевать без палатки, что многие и делают. Углубления в скале протянулись на километр, причем есть пещеры и на другом берегу реки Губс. Изучить их может любой бесплатно. Гроты в районе хутора Ильич, Отрадненский район. Целая гряда углублений в скале встречается туристам на берегу реки Уруб, вблизи хутора Ильич, Отрадненского района. Здесь десятки, а может и сотни гротов в скалах. Никто их не считал. Каменные склоны напоминают сыр, испещренный дырами. Причем гроты расположились по ове стороны реки. Есть совсем небольшие ямки и крупные полки с великолепным видом на долину. У некоторых свои имена. К примеру, этот называется грот Великана. Вы только посмотрите на его размеры. Человек на фоне этого гиганта кажется букашкой. При желании можно забраться внутрь. Вот только для этого придется пройти по узкому карнизу над высоченной пропастью. Если опасаетесь, лучше от такого экстрима воздержаться и любоваться гротом снизу. Гроты скалы Кизинчи, Мостовский район. Перемещаемся в Мостовский район. Хутор Кизинка. Здесь на скале Кизинчи расположена еще одна живописная цепочка гротов. Чтобы подняться к ним, придется минут 40 карабкаться вверх по тропе. Но вид со скалы вас обязательно порадует. Здесь можно отдохнуть в тени гротов, забраться на верхние полки и сделать великолепные фото. Но это не все. На склоне есть и пещеры. Самое знаменитое из них называется холодильник. Найти ее непросто. Вход очень маленький. Летом зарастает травой. Отвезти туда смогут местные проводники. Они же помогут аккуратно спуститься по скользкой деревянной лестнице и расскажут о происхождении, о названии этой пещеры. Дело в том, что в этих залах круглый год достаточно холодно. Местные жители уверены, что здесь древние люди хранили припасы. Мясо в таком морозильнике не протухает. Говорят, и теперь в пещере можно найти кости животных из тех самых запасов наших далеких предков. Пещеры Гунькиной балки. Мостовский район. Продолжаем путешествие по темным подземельям. На этот раз нас ждет очень мокрая пещера. Вернее, целая цепь пещер. Гунькина балка, или щель, находится неподалеку от станицы Андрюки. Чтобы найти это чудо природы, нужно идти вверх по Гунькиному ручью. И именно он за тысячелетия прорубил в скалете самые пещеры. Вход в первую высотой около двух метров. Внутри открываются величественные залы. До потолка фонарь не добивает. Под ногами бурлящая река. Есть и небольшие водопады. Идти приходится по колено в воде. Причем уровень меняется в зависимости от интенсивности дождей и времени года. Да и сама пещера все время в движении. Пару лет назад она была сквозной, но недавно произошел обвал, и путь оказался перекрыт. В Гунькиной балке семь подобных крупных пещер. Фоногорийские пещеры. Горячий ключ. Одна из самых известных в крае пещер находится неподалеку от Горячего ключа. Путь к ней начинается от села Фоногорийского. Первой на тропе туриста встречается малая Фоногорийская пещера. Она действительно небольшая, снаружи напоминает щель в скале. Хотя в длину около 20 метров. Здесь водятся летучие мыши, так что если надумаете зайти к ним в гости, будьте готовы, что хозяева вряд ли обрадуются. Большая пещера. Находится в 15 километрах от села Фоногорийского. Здесь достаточно просторный вход. Дальше идет длинный коридор, который постепенно сужается. Пройти придется через 4 крупных зала. А вот сталактитов и сталагмитов здесь почти нет. Обломали туристы. Сохранились лишь крупные натеки на стенах. Сейчас пещера примерно полтора километра в длину, хотя многие считают, что коридоры еще более протяженные. Якобы здесь есть ход прямо до Черного моря. Ученые эти данные не подтверждают. Пока. Воронцовские пещеры. Сочи. И на закуску. Самая протяженная карстовая полость Краснодарского края. Эта целая система пещер включает в себя Кабани провал. Лабиринтовую и долгую пещеру. Они соединены туннелями. Общая длина Воронцовских пещер почти 12 километров. Это официальные данные. Добраться до этого природного чуда можно на обычном авто. В самой пещере оборудованы тропинки. Перила, протянуто освещение, экскурсии для туристов здесь проводятся больше 20 лет. Параллельно спелеологи продолжают изучать пещеру. Здесь найдены следы стоянки древних людей. И более поздние артефакты разных эпох. Люди во все времена пользовались этими пещерами для укрытия. Здесь множество просторных залов и бесчисленное количество длинных проходов. Но облагорожена лишь небольшая часть первых 500 метров. Двигаться дальше решаются лишь профессионалы-спелеологи. Без специального оборудования вход запрещен. Это был наш ТОП-ТОП-10 пещеры-гротов Краснодарского края. А если вы, как и мы, постоянно в пути и знаете больше недоступных полостей, расскажите, поделитесь своим списком лучших мест для спелеотуризма прямо в комментариях к этому видео на канале Кубань24ДОК. Счастливого пути и до встречи на туристических тропах. Счастливого пути и до встречи на сайте Кубань24ДОК. Счастливого пути и до встречи на сайте Кубань24ДОК.